Анатолий Рудольфович Виза, немец по происхождению, долгое время руководил Восточно-Казахстанским объединением немцев возрождения. Его жена Галина Ефимовна помогала ему во всем. Война наложила такой непростой отпечаток на отношения между немцами и русскими. Были репрессии, были гонения. Но, тем не менее, вы многое, как немец, сделали для дружбы, единства, согласия между двумя этими народами. Вот с чего все начиналось. Это правда. Я хотел бы сказать, что я знаю о том, что 4 числа у нас день единства народов России. Такой же праздник отмечался всегда в Казахстане. Я был всегда активным участником. И должен сказать, что знаю вот это вот дело, ну, можно сказать, изнутри. Изнутри. Значит, все мы знаем, что и Советский Союз, и Россия, и Казахстан во все времена были многонациональны. Поэтому вопрос межнационального согласия и дружбы между людьми – это очень важный вопрос. Семье Анатолия Рудольфовича не удалось избежать репрессий. После указа от 28 августа 1941 года они были депортированы в Казахстан. Меня взяли на спецучет, значит, в 49-м году, когда мне было всего 15-16 лет. Значит, что это означало? Без разрешения коменданта не имею права в соседнее село. Каждый месяц надо ходиться, отмечаться и знать, что если я нарушу это дело, то меня ждет наказание и так далее, и так далее. По словам Анатолия Рудольфовича, этот факт сыграл большую роль в его судьбе. Он не смог поступить в Алма-Атинский горный институт, поскольку не получил разрешения на выезд в столицу. Зато окончил Семипалатинский зооветинститут и стал ветврачом. Потом его назначили директором племенного завода. Там, значит, русские, немцы, казахи, теперь молдаване, литовцы, кто только там, значит, не был. У нас были даже ребята молодые, которые со мной работали. Работали механизаторами, все. Разговаривали на русском, на немецком, на казахском и на чеченском. Анатолий Рудольфович, работая в том хозяйстве, получил орден Октябрьской революции. А за что давали? Это вот за таких бычков, которых мы выращивали. Значит, вот такой вот бычок. Это называется чемпион породы, чемпион Советского Союза. Вот, это такое звание тоже было, собственно говоря. У нас был украинец один, руководитель украинского общества. Говорит, интересные дела. Бык, говорит, работает, а он, говорит, ордена получает на меня. Как достойного человека, хорошего лидера, Анатолия Рудольфовича назначили первым секретарем райкома партии. Судьба распорядилась так, что он не раз встречался с первыми лицами государства. С Брежневым я встретился первый раз, когда я был этим еще студентом. Вот он тоже зашел к нам, и вот так вот мы встретились. А потом на республиканских совещаниях вот так вот мы встречались, вот как с вами. Как с вами? Ну, минимум десяток раз, наверное. Теперь с Хрущевым я встречался, ну, раз пять, наверное. Раз пять. От Брежнева я был в восторге. В восторге. Во-первых, он очень простой. И во-вторых, он как-то со знанием делал, как-то нас ценил и прочее, прочее. Что касается, значит, Хрущева, с ним интересно было дело. И когда мы были на первой встрече, значит, с ним, значит, в Алматинском театре оперы и балета, вот. И он говорит, а где ваша кукуруза знаменитая, и все. И там привезли кукурузу, там, метров четыре, там, высотой и прочее, прочее. Он показывал, о-о-о, все, все такое. Но в то же время я вот потом убедился, что это все авантюрно. В 1989 году в Алма-Ате образовалось немецкое общество возрождения. Я пошел туда, значит, к ним. Они, значит, говорят, да, надо на Волге возродить республику, давайте создадим строительные отряды, вот. Будем строить жилье и постепенно туда перетянем все. На что я им сказал, это глупая идея, глупая идея, потому что без политического решения сверху, со стороны партии, со стороны правительства, ничего не будет. Они посмотрели, говорят, наверное, правда. И они взяли меня и избрали председателем. На базе общества Анатолий Рудольфович и его коллеги организовали курсы для детей по изучению немецкого языка, по художественной самодеятельности. Стали выступать с концертами. Общество также занималось реабилитацией людей, решением социальных вопросов. Наши активисты, ребята, которые в Москве были, в других местах, знали все архивы Советского Союза, все архивы, все гулаги, все знали. И мы десяткам, сотням и тысячам людей помогли восстановить документы, потому что полагалась реабилитация, подлагалась материальная помощь, что называется, вот, то есть реабилитация политическая, реабилитация экономическая и так далее. После переговоров общество с Германией в Казахстан стали поступать посылки с гуманитарной помощью. Мы организовали одну из первых, если не первую, медицинскую аптеку, при возрождении медицинскую аптеку, где мы получали эти, как, помощь из Германии, из Германии, вот, и там были лекарства, которые в то время у нас были недоступны. Была у вас мысль уехать в Германию? Мысль уехать в Германию была, потому что мои родственники близкие, двоюродные, троюродные, все уехали в Германию. Из немецких сел, вот, они все уехали в Германию, все там устроились. Но никогда я не собирался выезжать, потому что корни наши здесь, могилы наших родителей здесь, вот, дети у нас сейчас носят двойную фамилию. В 2011 году они переехали в Ульяновск к дочери. Сегодня и дочь, и сын супругов визы – известные врачи-хирурги. Внучки тоже пошли по стопам родителей. До сих пор дело Анатолия Рудольфовича в Казахстане живо. Ассоциация общественных объединений немцев Казахстана возрождения по-прежнему действует, объединяет немцев, сохраняет их культуру и помогает всем нуждающимся. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Управда ТВ.